Привет, красавцы! Год назад я перепрошел Batman Arkham City, поставив себе задачу через год пройти Batman Arkham Knight. И я благополучно выполнил свой план. Играл я в него впервые в жизни. И, честно говоря, я был приятно удивлен. И мне есть что рассказать. Хотя на ютюбе существует, наверное, из десяток видео по серии игр про миллиардеров маски с рожками, которые испытывают неопредолимое желание ломать конечности людям с плохой кармой. И, конечно, возникает резонный вопрос. А что нового можно услышать еще по Бэтмену? Так вот, по этому поводу можете не волноваться. За все прохождение мне удалось не просто поиграть за Бэтмена, а на какое-то мгновение стать Бэтменом. Ибо все действия, которые должен выполнить игрок для активации протокола Nightfall, то бишь падения рыцаря, переводя на русский, заставляют задуматься, что клоун не у Бэтмена в голове, а у того, кто сделал, обязательным собрать все 243 загадки Ридлера для полного прохождения. Реально, у меня нет слов, чтобы описать в ту дичь. Но я это сделал. Да, я мистер-пылесос. Я прошел ее на 100%. И сейчас я расскажу, как чувствуется игра спустя столько времени. А ей уже на секундочку 8 с половиной лет. В шоке? Я, если честно, да, так как выглядит она до сих пор сочно. И играется в принципе так же. Но все же давайте обсудим, надо ли на нее тратить свое время, если не удалось поиграть в нее до сих пор. И стоит ли проходить игру полностью, только для того, чтобы запустить тот самый протокол Nightfall. Но, как говорится, обо всем по порядку. Прежде чем начать говорить о том, что, на мой взгляд, это лучшая игра, и, скорее всего, такое останется для Rocksteady. И как там вообще смачно всем ломать кабины даже сегодня. Я хочу рассмотреть, от чего и к чему пришли разработчики, так как в свое время Arfum Asylum была новатором в игровой индустрии. В плане своей стилистики и ритм боевки. Что-то похожее, конечно, было в Assassin's Creed, так как даже к гадалке не ходи, и так было ясно и видно, что драки строились по принципу атака, блок и последующая контратака. Рабочая схема, которая, как по мне, может и сейчас приносить удовольствие от геймплея при правильной подаче. Но по ней пройдемся уже непосредственно в Рецеле Аркхема. Сейчас я хочу больше рассказать о впечатлениях от других частей серии. Всеми известный факт. Девочки любят быстрых парней. Девочки хотят детей от Джеймса Логана Хаулета. И девочки любят все склизкое и текучее. И девочки любят вселенную Марвел. С вами Кисимяка и девочки... Ну вы поняли. Как оно сейчас, лично я хуй знает. Но в 2009-м мой взгляд зацепила стилистика DC. Своей мрачностью и депрессивным тоном происходящего. Словно неоноуарный фильм. Игра создавала такие впечатления. Само начало было настолько вовлекающим, что уже на первых минутах было интересно узнать, как будет развиваться все дальше. И весь тот путь по лечебнице от начала и до побега Джокера наводил саспенс, а также непосредственно в середине игры. Создавал впечатление, что это не Бэтмена закрыли в лечебнице Аркхема, а всех преступников закрыли с Бэтменом. И на этот момент это был словно интерактивный мультфильм про супергероя. Будучи подростком, я получал нереальный кайф от крутости Блюса Вейна. Но спустя десяток лет, и перепроходя уже на свой текущий взгляд, я замечал довольно мультяшных злодеев. И сюжет прямиком из типичной серии по анимационному сериалу про Бэтмена. Какой-то яд Титан, дающий синтольную силу. Половина злодеев в игре была карикатурной и похожа на мультяшных героев, чем на реальных маньяков и преступников. Будто Бэйн, который был похож на шматок мяса. Надутые качки-дурачки. Такой же Джокер с иракезом. Из-за чудо-стероидного яда. Мистер-мазохист Зас. Ну и конечно же Пугало, который в русской озвучке был голосом Бориса Репетура. А его фраза «И после страха забвение» при смерти на басфайте просто настолько предавала всей игре театральности, что относиться к серьёзным сюжетам это явно лишнее в этой игре. Но отлично скомбинированные игровые моменты не давали соскучиться. Проработанная боевая система сменялась на столько же интересные стелс-задания. Честно, помню, когда я увидел в первый раз на презентации, что Бэтмен вырубает резко свет одному из йобиков, а следующий, увидев своего крепко спящего дружка, начинал сцаться под себя и суетиться, словно торч под изменой, произвели на меня такие впечатления, что я хотел эту игру дообеда у себя на столе. В игре можно было почувствовать себя реально жёстким мужиком, от которого мальчики писались кипятком, но только от страха. А те, кто не боялся, хрустели костями от последующих стычек. И всё же сейчас этот вау-эффект у меня пропал от Arkham Asylum. Третьей игрой от Крокстеди было продолжение Бэтмена, Архам Сити, вышедшее в 2011 году. Возможно, у некоторых может возникнуть вопрос, если Asylum вторая, а Сити третья, то какая была первая игра этой студии? А вот такая. Urban House Ride Response. Слышали? Играли? Не? Если нет, то в двух предложениях это был шутер от первого лица, который мне довелось пройти на PlayStation 2. На тот момент мне она понравилась. Весьма самобытная игра про копов, с неплохим для всех летом пактом от пушек. Такие дела. Но всё же, говоря о продолжении, про филантропа и мастера боевых искусств, одетого в геройское трико с плащом, оно выдалось на порядок серьёзнее, но опять же с налётом мультяшности, которого в этот раз было намного меньше. Да и локация, на которой необходимо производить аннигиляцию преступности куда масштабнее и краше. Для действий правосудия игроку выдают отдельную часть Готэма, которая включает в себе маргиналов, убийц и просто нехороших людей. Называется это место Архам Сити. Боёвка стала разнообразнее, появились побочные квесты, которые пошли на пользу. Да и в общем говоря, игра стала намного приятнее. Сюжет стал более масштабным, появилось сразу несколько антагонистов, всё тот же Джокер, который после предыдущей части с хуёвившим самочувствием из-за заражения крови после своего эксперимента с ядами, опять портит жизнь Бэтмена, передавая ему, так сказать, свой букет болезней. И ещё, став донором для больнички, заставляет Брюса крутиться по крышам в поисках решения проблем. Вторым главным злодеем стал некий доктор Хьюга Стрэндж, который хочет произвести дианон для Бэтса. И все эти события связаны, и участвуют в них большое количество дополнительных персонажей. Конечно, по итогу Бэтмен со всем справляется, были, конечно, и факапы в виде смерти вторичных персонажей, но по итогу Джокер отдаёт богу душу, да и Хьюга Стрэнджа выносят ногами вперёд. Так что в конце дианон не происходит. Всех преступников-статистов в тюрьму, Бэтмен перед смертью Джокера говорит, что если возможность была, он бы его вылечил, но Джокер по приколу дохнет. Бэтс выносит его на улицу, кладёт на капот и покидает Архам-Сити. Игра ощущалась как логичное продолжение с улучшением уже имеющегося скелета. В более интерактивном сэндбоксе со всеми нововведениями и той же боёвкой, только разнообразнее. Следующей игрой у студии была уже Рецель Архама, но перед ней всё же была ещё одна часть. Приквел, который получил весьма посредственные оценки, но почему-то, если вспомню, то только в этой части были реально запоминающие битвы с боссами. Да и многие смотрелись куда логичнее и выглядели гармонично с реальным миром и комиксовой вселенной DC. Batman Arkham Origins вышла в 2013 году и разрабатывали игру уже Warner Bros. Games Montreal. Она отличалась некоторыми аспектами, кроме боёвки. Боёвка осталась той же. По сути, тот же фундамент и каркас, только декорации другие. Ну и свои приколы по типу детективного расследования, где можно было с помощью бэтгаджетов расследовать различный крайм. Кстати, раза два было и правда прикольно что-нибудь расследовать. Эта идея потом перекочует в Arkham Knight, как и другие идеи тоже. По сюжету мы играем ещё за молодого Брюса Уэйна, который стоит на страже Готэма только второй год. И здесь главным злодеем является Чёрная Маска. Главное это анонировать. Ой, блять. Анонимность. Также, проходя игру, мы встретим всех противников Бэтмена, включая Бэйна, Джокера и других бандюганов. По сути, это та самая первая часть, которая нас знакомит с амбициями, железной волей и основной целью Бэтмена – решить проблемы с преступностью Готэма. И как таковых технических или геймплейных разниц между сериями нет. Но есть и самые детали, которые, на мой взгляд, делают эту игру недооценённой и заслуживающей внимания в плане представления экспозиции и связи с реальным миром, а не миром комиксов. Вы всё же как хотите. А мне больше нравится, когда даже такие истории про крутых героев показаны в более настоящем плане. Давайте объясню. В первых двух частях костюм Бэтмена был показан как суперлёгкий, но в то же время прочный, облегающий комбез. Выглядело это всё несерьёзно. Особенно всю сратость придавали трусы, натянутые поверх этого комбеза. Если кому-то нравится, то я не осуждаю. Ни в коем случае. Но, как по мне, этот костюм из разряда косплея для Комик-кона. Уважающий себя мужчина не наденет трусы поверх штанов. Даже в 2009-м для меня это смотрелось, ну, странно, если так можно выразиться. Я понимаю, что это канон. Первый Бэтмен был примерно в похожем прикиде. И всё же даже на этот момент выглядело это как-то устарело. Это, конечно, субъективный взгляд, но если кто-то до сих пор любит носить плавки поверх колготок, то пожалуйста. Но в Origins этот нелепый нюанс решили исправить и сделали Бэтмену реально крутой бронекостюм, который будет с логической точки зрения оберегаться от ранений и придавать своего рода эстетик. Но вот реально, это не какой-то латексный наряд, а целая защита от любого урона и ощущение от такого Бэтмена куда правдоподобнее. Да и сама история куда приземлённее, и в неё можно поверить. Здесь нет в такой степени комиксности, как это было в других частях. Все антагонисты выглядят серьёзно. Каждый из них — это отбитый уголовник, который своим видом вызывает тревогу. И Бэтмен местами воспринимает какие-то нервирующие или напряжённые моменты с эмоциями, проходя через них, повышая свои навыки и закаляя характер. А режиссура боёв — это отдельное наслаждение. Сделаны куда реалистичнее, чем в других играх серии Arkham. И опять, такой подход позволяет поверить в происходящее, а значит и способен воздействовать на эмоции и вовлечённость. Намного проще поверить такому герою. Бои в этой игре выглядят, ну вот не придраться. Тот, кто срежиссировал и поставил всё это, — просто человек чести, бизионер боевых постановок. А помимо зрелищности, в это ещё и интересно играть. Каждый боссфайт запоминающийся от электрика, которому выключили свет на первой секунде, до боя с Джокером, где тот от асфиксии хапанул в алюцинации. Но всё же я упомяну, наверное, самый зрелищный бой во всей серии Arkham. Это бой с Девстроуком, где постановка драки выглядит лучшим образом. Каждое движение выверено так, что ты как игрок находишься в лучшем ракурсе для полного контроля ситуации. Все действия происходят в честном кумите, без каких-либо бомжей, как зачастую это используют другие игры данной серии. Хореография боя даёт смаковать каждый выпад, блокирование и последующую контратаку. Здесь ты веришь, что в схватке находятся два мастера боевых искусств. Но всё же Бэтмен постоянно демонстрирует мастерство и физическую силу. И всё это ощущает игрок, так как через сам бой требуется проявлять свои навыки реакции, давая понять, что в этой схватке Брюс Уэйн куда боять посильнее. Ритм боя концентрирует внимание игрока таким образом, что ты фокусируешься непосредственно на противнике, и в плане повествования для героя это действительно дуэль, требующая повышенного внимания. Но даже опытный наёмник в лице Девстроука для Бэтмена оказывается всего лишь очередным поверженным бандитом, так как в конце боя Слейд проявляет чрезмерную агрессию и эмоции, где Брюс Уэйн пользуется этим, проявляя полное холоднокровие и обезоружив врага, прижав его к стене, Бэтмен делает отвлекающий манёвр, кидая меч в сторону Девстроука. Он отвлекается на это, но забывает прослепую зону своего правого глаза, где через мгновение будет произведён контрольный апперкот с последующей вертушкой в правую часть челюсти, за которым следует глухой нокаут. И я бы смог обратить внимание на все босс-файты в Бэтмен Архморридженс, поскольку, на мой взгляд, в этой части они лучшие всей серии. Но, увы, Рокстеди не позаимствует этот стиль. И, похоже, мы не увидим в Рыцаре Архема, но об этом чутка позже. Вспоминая предыдущие игры серии, про не Елену, но летучую мышь в ночи, возможно, могло сложиться впечатление, что я доёбываюсь до комиксности комиксов. Извиняюсь за масло масляное, но это не так. Мне нравятся эти игры про Бэтмена в этой вселенной. Безусловно, их можно пройти и сейчас, так как графически они довольно-таки симпатичны, на мой взгляд. Да и геймплей в игре сменяется в правильном порядке, не давая устать от чего-то одного. Эволюция этой серии ощущалась плавно и правильно, игроки получали всю ту же вкуснятию, но только больше. И теперь давайте плавно переходить к последней, и лучшей на данный момент игре по Бэтмену, Архам Найт. Её разработка начала сразу же после выхода Архам Сити. Продлился весь процесс создания игры 4 года. В этот раз сценарий к ней писали штатные сценаристы, так как у Пола Дини, а это человек, который написал сюжет в Кассайлом и Сити, не было свободного времени на этот проект. Но освободившись, выразил своё согласие на участие в разработке, и всё же руководство отказалось от его услуг. Не знаю, как такой мув для фанатов и друг гиков, но лично я разницу не сильно увидел, даже если честно, рыцарь Архама в плане сюжета чем-то лучше. Хотя и субъективные недостатки присутствуют. Всё же справедливости ради сценаристам и геймдизайнерам помогал консультациями другой писатель комиксов, Джефф Джонс. В двух словах он написал сценарий к некоторым недавним фильмам по DC, а также ко множеству комиксов. Также хочется всё же озвучить то, что разработчики использовали новейшее железо и софта во времени, и в связи с этим команда не была скована в каких-то рамках. Они воплотили всё, что хотели бы сделать, и через пару минут разберём эти аспекты детальнее. Что же они там напридумывали и сделали? Благодаря Nvidia Apex погодные условия и различные мелочи выглядят даже сейчас чётко. Конечно, звучит это всё так шоколадно сегодня, но тогда, на момент выхода, только обладатели консоли могли с удовольствием проиграть в заключительную часть про ночного порца с преступностью. А вот игроки на ПК вместо готового продукта получили пипу на постном масле. Не передать словами, как Warner Bros. поводили вялым бэтсом по губам Покабояру, но киберпанк того времени, если одним словосочетанием. В принципе, это было не так давно, чтобы забыть такой фокап. Ах, да, на восемь с половиной лет. Ну да ладно, мы-то с вами будем уже смотреть на готовый продукт, полированный до блеска в связи с таким количеством минувших дней. Сохранилась она, на удивление, зачётно, но Ютюбе можно найти, где её сравнивают с недавним Спайдерменом 2. И там наглядно показывают, что в плане деталей ушастый даёт жару и сейчас, дотягиваясь, а где-то и превосходя уровень того же паучка. Хотя разница лет колоссальная. Ребята из Рокстеди готовились, так сказать, к Магнум Опусу. Завершить всю серию на высокой ноте, несмотря даже на будущее. Поскольку, если говорить про Suicide Squad, то ей-богу, выглядит это всё, конечно, словно фанаты Марвел залетели в студию и накодили там свой ОПГ Мстителей. Но сегодня не о сомнительном. Давайте я постараюсь разобрать Batman Arkham Knight и объясню, почему даже сейчас это разъёб, который стоит потрогать своими руками, если до сих пор не удалось этого сделать. Ничто не красит город, как его архитектура и события, которые в нём происходят. И Готэм не исключение. Локация является одной из главных особенностей игры. Иногда возникает ощущение, что в этом городе никогда не бывает солнца. И жаль, конечно, тех вымышленных работяг, что там проживают. Но нам, как игрокам, это придаёт колоритности всего антуража. Постоянные дождь и грозы с молниями только украшают очертания монументальных зданий и их фасадов. Даже ничего не делая, ты, как игрок, ощущаешь, что это не декорации к главным событиям, а город, который живёт своей жизнью. И на момент основного происшествия жизнью преступной, так как улавливая переговоры бандитских группировок, понимаешь, какое у обычных приспешников отношение к тому или иному главарю. В том числе улавливая инсайдерскую информацию, которая лучше раскрывает лор этой вселенной. Все потенциальные ретидивисты не просто стоят или появляются из рандомных мест. Многие патрулируют локацию или же кучкуются большими группами в социально значимых местах. Будто центральные улицы, магазины и театры. Они занимаются маргинальной деятельностью. И игрок в любой момент может потренироваться на парочке мешков для битья. А главное, что все ощущается гармонично. И здесь открытый мир служит для передачи эмоционального тона игры. Само перемещение по городу строится таким образом, каким его захочет видеть игрок. Ты можешь поля над Готэмом рассматривать все перспективы или же сметая все на своем пути с помощью Бэтмобиля заходить в заносы по узким улицам или включая нитры на широких дорогах. Большинство объектов интерактивны. И с каким же смаком отваливаются куски бетона, арматуры, различные ограждения и фонарные столбы. Даже просто вид и звук Бэтмобиля придает эстетическое наслаждение на первых часах игры. А что творит с моими глазами этот мокрый асфальт, не передать словами. Погодные условия ласкают сетчатку глаза так нежно, что ненароком забываю, сколько уже игре лет. И пиздец, все это было сделано на Unreal Engine 3. После этого можно запить водой и понять, что золотыми руками даже на старом движке можно сделать красиво. Но чтоб детишкам показать было не стыдно, да и собой гордиться. Также ко всему различные рекламные и неоновые вывески придают городу жизнь. Все настолько гармонично, что вкупе работают на антураж, который тем самым придает воображению узнаваемые мотивы, словно декорация неонуарного фильма. Маленькие пятиэтажки различных районов американских городов, масштабные заводы и просто исторические места отсылают на те самые города, которые послужили прообразами, а именно это Чикаго и Нью-Йорк. Разработчики постарались, чтобы жизнь ночного и преступного Готэма работала на погружение и повествование. Реально, это один из лучших открытых миров для меня. Он не огромный, но в то же время насыщенный и несложный для ориентирования. За все прохождение игрок по сюжету побывает во всех местах, а именно на трех островах города, которые отличаются не только названиями, но и архитектурой, инфраструктурой и различными активностями. Рокстеди старались воссоздать Готэм, который будет сложно определить, в каком времени он существует. На протяжении игры возникает чувство, что ты находишься в 60-х или же пролетев через остров уже в нашем времени. И у них получилось. Он ощущается историческим наследием с налетом современности, в котором происходит большое количество событий. Город получился живым. Стартовой локацией является остров Блик, который включает в себя три района, а именно китайский квартал, в котором умещается башня с часами, где обитает Барбара Гордон. Один из банков Готэма и многоквартирные постройки, а также район Коттел, где находятся различные фабрики, торговые точки, а также сказки и помещения. Ну и третий район Панесса Студиос, в котором находится Маяк, Токи, под самим районом проходит водный канал, а также старая киностудия, где будет разворачиваться часть основного сюжета. Также на этом острове находится полицейский участок, и он служит своего рода хабом. Все районы в совокупности создают ощущение, что на этом острове живут работяги, и в целом ощущается он самым спокойным островом, где всегда меньше всего происходит кипиша, так как даже с логической точки зрения рядом находится полицейский участок, где копы выполняют свою работу. Также обособлено в районе для работяг имеется, наверное, самое главное здание. Для многих. Которое придает реализм происходящему. Ну, кто угадал или знает. Естественно, это завод. Но не простой, а химический, где будет присутствовать миссия, осуществляющая истинные фантазии заебавшихся. Но мы вернемся к этому моменту при разговоре про сюжет. А пока следующая локация. Вторым островом для исследования будет Миагани, где находятся густонаселенные и высокоэтажные постройки с большим количеством преступников. Но в то же время, скорее всего, самая пестрая и цветастая локация, в которой будет происходить килотонны экшена. Он также делится на три района, из которых первый это Гранд Авеню, который включает в себя множество деловых центров и торговых точек. Также в этом районе особняком возвышается Уэйн Тауэр, с которой открывается вся панорама Готэма, давая оценить весь масштаб проработки окружения и его горизонта. Сделано реально заебись. Даже спустившись вниз, всё, что было видно сверху, продолжает работать на восприятии игрока. Переходя ко второму району под названием Кингстон, он по сути является торговым, и его визуальная составляющая, так как геймплейно акцентируется на уровне крыш, так как здесь что квесты, что декорации зафиксированы на верхнем уровне, и зачастую здесь удобнее передвигаться с помощью притягивающего троса с дальнейшим планированием по крышам. В этом районе находятся магазины, многоуровневая парковка и различные развлекательные заведения, показывая, что этот остров был больше для людей статусом повыше. Последним районом этого острова является Бристоль, где находятся в большинстве случаев массивные строения в виде мемориальной больницы, детского дома, ботанического сада и других важных для мейн и сайт-квестов строений. В этом месте происходит в большей степени событие второй половины игры, но об этом поговорим непосредственно в сюжете. Ну и осталась завершающая локация, это остров основателей. Она выступает оплотом для профессиональных наемников и боевой техники противника. По всему острову расположены коммерческие небоскребы с офисными зданиями, которые отличаются архитектурным стилем от всего Готэма. Повсюду идут стройки, на многих зданиях установлены строительные леса и спустившись на землю видно, как новый Готэм постепенно заменяет ветхую и грязную часть старого города. Здесь невооруженным взглядом видно, что остров является двухуровневым, где нижняя часть заставляет передвигаться на Бэтмобиле, а верхняя создана для планирования с помощью плаща и сделано это специально. Разработчики хотели, чтобы игроки комбинировали способы перемещения. После Архам Сити они полностью переделали открытый мир и для того, чтобы лучше понять, что будет чувствовать игрок, они в начале разработки запихнули тачку в карту предыдущей игры и сразу же поняли, что в текущей карте данная механика не работает, тем самым запустив разработку абсолютно новой карты, где передвижение будет многоуровневым и комплексным. Если заебался летать, садись за руль. Устал быть готэмским рейсером? Запуск кабины и на взлет, и по правде говоря, такой подход сделан грамотно. Так как за все, прошу заметить, стопроцентное прохождение, я не устал от перемещения по карте. Так как я мог комбинировать эти два способа и для открытого мира, это, пожалуй, один из главных аспектов, ибо если игроку предоставляют слиперские или однообразные способы движения по локациям, то открытый мир будет душить, и единственное желание у геймера будет наличие фаст-тревела. И в этом плане готэм имеет не только правильные размеры для открытого мира, но и проработанные варианты для перемещения по городу, которые в совокупности открывают мрачные и в то же время потрясающие виды готэма, как на земле, так и на крышах зданий. Лично для меня это восторг, но, конечно, с оговорками, что местами Бетса его тачка в узких местах заставляет влетать в стены и иногда летишь не туда, куда планировал, но это мелочи по сравнению с тем, что у Рокстеди по итогу получилось разработать и внедрить финальный продукт. И говоря про ту самую двухуровневость, вернемся на последний остров, А именно, что он состоит из четырех районов, два из которых Дрэшер и Отисбург, сохранившие готическую эстетику Готэма, но по прошествию времени состарились и превратились в руины, а также в полуразрушенные и заброшенные здания. И над ними криптоинвесторы и бизнесмены возвели новейший район Райкер Хайтс, где теперь вовсю идет строительство крупных компаний во вселенной DC. И одна из компаний Лэкскорп, которая также будет упоминаться в лоре игры. Ну и последним районом на этом острове является главный закрытый порт Готэм-сити. Там же находится вход в строящееся подземное метро и по факту это опять же локация, которая по большей степени нужна для сюжета. И исследовать там по большому счету нечего. И вот это весь доступный открытый мир, наполненный базовыми активностями и различными лоровыми приколами, которые будут находить фанаты DC-комиксов, исследуя закоулки мрачного города. На 2015 год консольщики наслаждались нереальной вкуснятиной. И все были бы счастливы, если бы не тот ебучий фокап от Warner Bros., которые решили отдать порт на ПК тем ребятам из Iron Galaxy. Если верить той же Вики, у них есть опыт в этом деле и местами не самый хуёвый. Но здесь был произведен похоронный марш. Ирония заключается в том, что история циклична. Можете угадать с нулевой попытки, кто портировал ремейк The Last of Us порт 1 на ПК. И все же спустя столько времени сама серия живее, чем могло показаться, так как недавний порт на Switch и новое обновление снова зажгло интерес к ней. И сейчас я расскажу, как ощущается боевая система и геймплей в целом. По прошествию шести лет эволюции игрового процесса серии Arkham, из основного можно выделить боевую систему и стелл-сегменты, которые на протяжении всего времени из раза в раз улучшались. И в Рыцаре Аркхама были проработаны до нового уровня. Также появилась такая важная игровая особенность, как баталии на танках, словно War Thunder. Но в первую очередь War Thunder это шутка. Отчасти. По факту для игроков это стало нововведением. Бои на Бэтмобиле сделали обязательными. И теперь рекорд геймплей строится на кулачных драках, стелсе и танковых сражениях, подкидывая время от времени дополнительную фичу с расследованиями в режиме True Detective. Также все эти игровые механики имеют ветки прокачки, шесть отдельных направлений улучшения умений Бэтмена. А именно, две отвечающие за Бэт-Ваги, две за костюм и боевку, плюс к ним еще две за технические приколы Бэтса. А теперь забавное наблюдение. Пройдя игру на 100%, не считая, конечно, никому не нужные испытания, мне так и не удалось прокачать все навыки. Но справедливости ради, половина тех навыков максимально скипная. Ибо в самой игре столько игровых механик, что большинство из них можно забыть и за все время прохождения вообще не вспомнить. Например, как у меня было с взаимодействием с подручными предметами. Под конец игры, когда я решил воспользоваться одним приемом и перепутав кнопки, я реально был удивлен, что с помощью лиц-бандитов можно проверять счетчики в электрощитках, а также надевать люстры, словно шапочки на голову. Поэтому можно прокачивать что угодно и на свой личный вкус. И самому решать, что действительно пригодится в своем индивидуальном плейстайле, так как после прокачки боевых навыков выбор последующих зависит непосредственно от игрока. И поэтому я прокачивал боевое искусство и броню с небольшим уклоном в бэтмобиль, забив на бета-ранги и прочую дрисню, хотя под конец встал с моментов я чутка пожалел, что не вкинул пару скиллпоинтов в Деструктор, так как с помощью него можно жестко кошмарить наемников и даже боевую технику. Так что в этом плане игра представляет широкий спектр возможностей по настройке своего плейстайла. Но если конечно будешь выполнять сайды, так как в основном за них дают те самые очки умений, плохо ли это? Ну в какой-то степени да, ибо если ты решишь пролететь сюжетку, ты будешь лишен многих гаджетов и приколов. Будет ли твой игровой опыт неполным? Да нет. Я же говорил, что вообще забыл про некоторые фичи, да и без них я пользовался другими штуками почти всю игру. Разнообразие выборей здесь присутствует в изобилии. Игра грамотно дает тебе варианты, а все остальное дело выбора. Даже если все же забить на все побочки, игра в любом случае выдаст тебе стартер пак охуенных игровых механик, от которых будешь по кайфу разъебывать готэмскую шалупонь. Я уже не могу сдерживать себя в желании показать результаты, насколько четким получился импакт от боевки разработанной Rocksteady, так как драться в этой игре одно удовольствие. Воистину в ритм начинаешь под собственный бит выкидывать хуки с последующими хайкиками по кабинам ретидивистов. Ну и пожалуй я начну. Начнем с базы. Боевая система Arkham Knight это битэмап, но с точки зрения геймплея нестандартные и как обычно все кроется в деталях. Там где в привычных играх для этого жанра от игрока требуется побыстрее долбить кнопку атаки и в нужный момент увернуться, в Бэтмене напротив игра будет наказывать тебя поскольку все бои строятся на чувстве ритма и реакции геймера на блокирование или уклонение с последующей контратакой. Чтобы увеличить счетчик комбо от игрока требуется постоянный контроль ситуации в ближнем радиусе а иногда оглядываться на дальнюю дистанцию так как какой-нибудь подлец всегда пытается прервать серию ударов. Но при правильном подходе на каждое действие у Бэтмена всегда есть противодействие и об этом нужно помнить постоянно так как словив тот самый ритм со всем арсеналом можно на ноу дэмэдж выносить десятки врагов. При серии из восьми ударов открываются дополнительные возможности и при прокачке определенной ветки этот показатель меняется на пять и по правде чтобы набить нужный счетчик комбо у меня требовалось менее трех секунд после которого с прокачанными скиллами открывается возможность почти любому рядовому противнику сломать руку или ногу тем самым вынести одного по-быстрому еще пять ударов и снова есть возможность применить ауе атаку или же разорожить бандита с пушкой спектр ауе атак варьируется от доступных гаджетов и их прокачки при необходимости ты можешь и запустить стоком во всех ближайших врагов и резко взорвать детонирующий гель или же всех лежащих врагов по-резкому вырубить с пачки бета-рангов также не стоит забывать про окружение которое зачастую на стороне Бэтмена я про нее уже ранее рассказывал это та механика о которой я благополучно забыл но как же я был расстроен к концу игры что пропустил такую интересную возможность по ликвидации местных гопников культурными словами передать с трудом ко всему и без счетчика комбо игроку доступны бэт приколы для того чтобы подтянуть к себе быстро оставить мину в виде липкого пятна на полу также можно застанеть с помощью шокера или заморозить используя ледяные гранаты плюс ко всему на открытых участках есть возможность вырубать врага за счет резиновых пуль Бэтмобиля и я не все перечислил представь себе что при таком разнообразии ты можешь выбрать лично свой плейстайл игра не будет ограничивать тебя в выборе а наоборот при использовании всего на экране будешь получать эпик похлеще того что выходило в последних фильмах DC местами происходит впечатление что бои и специфика постановки была взята у Зака Снайдера и запилены под рельсы игрового процесса лично мне нравится такой подход возможно субъективно но выглядит это все бодро также ко всему есть возможность а иногда необходимость ошеломлять врагов что по большей степени использовалась мною при коммете с крупными противниками где после применения плаща пока дурачок пытается себя найти Бэтмен выписывает десятых ударов в грудь для того чтобы проверить плотность фанеры но и при всех атаках камера не убегает за спину или еще куда-нибудь подальше она концентрирует внимание игрока на постановке чтобы ты мог вкусить все то боевое искусство что происходит на экране постановки боев проработаны таким образом чтобы игрок причмокивая накладывал себе добавки не замечая как заканчиваются очередняры я могу лишь одним словом описать все драки которые есть в рыцаре архема и это заебись Rocksteady по прошествию шести лет довели это дело до максимального кайфа который усиливается за счет импакта от ударов и здесь я хочу привести пример с какого-нибудь битмапа чтобы наглядно продемонстрировать что я имею ввиду к примеру возьмем те же комиксы и если кто-то подумал что я возьму для сравнения Человека-паука можете выдохнуть ибо для контраста я выбрал пятикратно переваренный кал ну то есть Marvel's Avengers да смотри имея такой набор челиков с мощностью вбивать людей в асфальт мы имеем что по факту мало чего хотя вроде бы звук неплохой да и эффекты какие-то но когда полоска хп урага заканчивается по итогу он отлетает так же как и до этого был сделан удар то есть импакт от боевки минимальный вот что происходит когда такой же удар делает темнокожий Халк только в реальной жизни страшно лично я перекрестился на этом моменте поэтому играем Мстителей по большей степени ты как игрок ничего не испытываешь потому что банально не веришь этой боевке теперь давайте посмотрим что Рокстеди сделали в Рецаре Аркхама да новый костюм Бэтмена позволяет ему преодолевать нереальные расстояния между врагами но окей этот нюанс проговорен и тут либо принять эту игровую условность либо нет и все же говоря пробитым об составляющую каждый удар акцентирован по врагу что заставляет игрока концентрировать свое внимание на ближайший круг противников но все же игра заставляет обращать внимание на врагов которые находятся на расстоянии поскольку они в основном стоят отдаленно от общей группы при сокращении дистанции игрок снижает риск получить нежданную пропущенную пиздюлю тем самым монсируя по всей области от бандита к бандиту используя весь арсенал контролировать толпу не заставляет труда ко всему то что каждый удар ощущается так если бы профессиональный мастер боевых искусств встретил уличную шпану Бэтмен бьет не по какой-то траектории чтобы зацепить нескольких а именно прицельно в одного тем самым показывая что произвести нокдаун это три секи боя и из-за этого в связке со звуком создается четкий импакт тем самым заставляя в первую очередь кайфануть от боевки а во вторую поверить в происходящее для лучшего погружения ну и в третьих как на десерт мы получаем по завершению сочнейший нокаут в лучших традициях смешанных единоборств где референсы из реальной жизни были воспроизведены в самой игре из всего этого строится вся боевка которая своим ритмом не надоедает а это один из важнейших пунктов на мой взгляд ко всему хореография драк поставлена таким образом словно макап движения был считан со Скотта Эткинса только с меньшим количеством разворотов и жирнейшим плюсом всей боевой системы является импакт который за счет анимаций а также звуковых эффектов передает всю мощь Брюса Уэйна разбирая стелс он как и другие кочующие механики серии был улучшен а также все старые фичи были доведены до ума команда разработчиков разнообразила геймплей новыми видами врагов о которых я обязательно расскажу но прежде всего хочу затронуть улучшения которые были введены за счет нового бронекостюма хочу оговориться что его внешний вид сделан максимально сексуально каждая деталь соединяется с другой и все это создает впечатление что перед нами реальный рыцарь своего времени так вот с помощью костюма нам становится доступный новый имбо прием который позволяет за мгновение разобрать вплоть до пяти врагов под любимый эффект того же Зака Снайдера слоу моушен а сделан он для того чтобы игрок мог на ходу спланировать свои действия и какой же кайф испытывал когда каждый раз рассматривая новая анимация резких атак Бэтмена момент когда на одну секунду останавливается время и очередной бандит застывает в воздухе пока ты смотришь на следующего испугавшегося врага который через мгновение будет крепко спать настолько ебейший что я даже к концу игры не устал от всего этого каждый раз получается индивидуальное за счет многообразия локаций и подхода к выполнению мульти тейкдауна после которого ты либо разом решаешь проблему либо скрываешься начинаешь вылавливать по одному нервирующих и суетливых наемников и бандитов для скрытного подхода многие вещи остались неизменны но в то же время сам каркас оброс деталями еще из предыдущих частей стелс строился на перемещении поверху за счет архитектуры Готэма с его горгулиями металлическими балками и прочими штуками которые закреплены у потолка а также по низу где проходят вентиляционные тоннели враги и если игрок был замечен то в следующие несколько секунд лучше покинуть данную территорию потому что туда будет сброшена зажигательная граната которая распространится по всей области взрыва по сути этот игровой сегмент не претерпел больших изменений но сами враги заставляют двигаться по карте ибо появились парни с летающими дронами которые могут засечь бетса под потолком медики которые поднимают ранее задушенных товарищей также местами могут стоять турели с которыми нужно решать внутри игровые задачи ко всему появились огромные парни с пулеметами которых по-тихому так просто вырубить не удастся остались ребята которые глушат детективное имбо видение летучего мыши с ними же челики которые ловят сигнал того самого виденья и вот со всем этим взаимодействовать интересно игрок может решать с ними вопросы как вручную так и используя гаджеты которые знакомы нам с предыдущих частей и которые появились в этой про знакомые это все тот же взрывчатый гель который способен обрушать на врагов осколки стен и крыш также бетеранди которые я в этой части в стелсе вообще не использовал поскольку новые инструменты открывают новые возможности по типу того же деструктора который в этой части заимел наибольшее количество способов применения начиная от того что им можно глушить медиков которые собираются поднять спящего комрада и заканчивая тем что при обнаружении танком тот детонирует своим же снарядом у себя в кабине также в связке со звуковым синтезатором можно удаленно минировать шкафчики с оружием и направлять туда недруга для дальнейшей зарядки хорошим настроением и крепким сном остальные стелс механики прохождения остались неизменными и в принципе урок кстати получился весьма динамичный и ненапряженный сегмент скрытного прохождения который вкупе с боевой системой хорошо комбинируется в самой игре и с этим я думаю согласятся многие кто играл в рыцарь арк но вот следующий и последний основной элемент игрового процесса вызывает спор но если долбить одну сюжетку я бы не сказал что он сильно душный и все же не согласиться с тем что в каких-то местах батмобиль забирает кислород из геймплея будет в корне неверным суждением так как во второй половине игры его становится чересчур много как того самого школьного друга который не понимает что ему пора домой а ты не можешь его прогнать ибо он реально интересный браза но не когда ты с ним целый день а на часах уже 5 утра и вот тут и с батмобилем он словно тот дружище в каких-то моментах его очень много и хочется побыть без него таким дружище был я но игра все пихает и пихает его по сюжету а если еще долбить игру на 100% прохождение то в какой-то момент это становится издевательством с этим ебучим энигмой и его загадками которых не просто многовато а реально дохуя и все как на подбор с жесткой целью перекрыть себе подачу воздуха но об этом попозже а пока я все же донесу мысль почему батмобиль местами кайф и как он ощущается в геймплее так как само передвижение на нем да и боевка если выражаться словами Дим Юрича моё почтение и я пожалуй начну если разбирать полностью то начнем с субъективных моментов а это внешний вид и если кто шарит то референсы видны довольно таки солидные ибо батмобиль это дитя спорткара по типу лэмбо и других обтекаемых ласточек которые вошли в соите с военной техникой короче говоря дизайн дефолтного скина батт бугатти ну чистейший секс его отзывчивость проработана хорошо как для аркадной езды а в принципе это не автосим и душнить по поводу нереалистичного управления считаю последним делом так как валить боком здесь можно и выглядит это так что фанаты бмв будут придать респект и клеить значки бэтмена на задний бампер увидев такое великолепие что демонстрирует игра анимация при взаимодействии с погодными условиями окружением и инфраструктурой Готэма ненароком создает в голове вопрос а это точно игра 2015 года потому что выглядит это все настолько дизитализированным что не понимаешь почему это стало забытыми технологиями предтеч и пожалуй для игры с открытым миром только рокстер также запариваются с деталями и даже больше но сейчас не о них а о том что все эти детали влияют на восприятие всей игры и каждая мелочь о которой игрок через 2 или 3 часа забывает все равно важна для полной оценки и общих впечатлений от готового продукта так как не имея и половины всех фич которые комбинируются с окружением и звуковым сопровождением будут выглядеть блеклые подделки про супергероя как сейчас говорят для фанатов ибо только видимо фанаты могут схавать любой кау где есть их любимые герои так вот здесь ты ощущаешь что это нихуя не подделка для любителей кодексов а отлично проработанный проект в котором была заложена частица души тех кто был ответственный за создание игры хотя поначалу местами управления кажется немного мыльно но потом к нему привыкаешь и уже даже в узких поворотах можно залететь боком с последующим зажатием гашетки в пол сметая всю шалупонь со своего пути а как бэтмобиль входит в боевой режим но это тоже все детали которые приносят эстетическое наслаждение так как игрок видит как меняется конструкция на его глазах превращаясь в мобильный танк в котором так же как и при игре за Бэтмена чувствуется лютейший импакт сделан он ну вот заебись каждый выстрел из крупнокалиберного оружия ощущается серьезно и даже те же пулеметы производят положительное впечатление от данной боевки вдобавок самонаводящиеся ракеты словно вишенка на торте уносят игрока туда где он понимает что на этой тачке можно и всю дивизию этих доходяк разъебать и не вспотеть но это если что ложные выводы так как без определенной прокачки когда на бой выставляют более 40 единиц техники происходит тотальный доджинг из одной стороны в другую где ты в поисках нужного положения уклоняешься от траектории баллистики вражеских снарядов и проблема не возникает если на экране 5 или 6 линий но когда с разных сторон в общей сложности достигает до 12 и более то начинаешь думать головой о стратегическом отступлении где лучше спрятать заднюю часть Бэтмобиля чтобы стены Готэм Сити защищали от нежданного урона и все в таком духе но как только игрок прокачивает нужные навыки и заимеет опыт начинается демонстрация лютого скилла на экране воцаряется полнейшее доминирование над наемниками и сейчас я расскажу об инструментах ангеляции уебков со старта мы имеем пулемет который в частности нужен для точного выстрела в выразимое место где с ферст шота детонирует вражеская техника с транспортами покрупнее будет такой же прикол только и с калибром покрупнее но об этом чуть позже также есть нелетальные снаряды для пехоты для этих же ребят есть приятный сюрприз что Бэтмобиль при близком контакте дает заряд на крепкий сон говоря про арсенал который рассчитан на тяжелую артиллерию ко всему перечисленному имеются снаряды помощнее которые при подрыве показывают такой фейерверк что глаза нарадоваться не могут а сочность звука при взрыве концентрирует на эпичности происходящего для ушей кроме всего при прохождении открываются различные апгрейды которые даются на выбор например как массовый эми импульс который выводит из строя рядом стоящую технику позволяя игроку выдохнуть от непрерывного монсирования и доджинга по области тем самым давая возможность уничтожить рядом стоявшие самоходки или же перепрошить транспорт врага который может немного помочь в бою но чтобы всем этим воспользоваться у бэтмена есть шкала заряда которая при полной прокачке достигает до 4 ячеек и на мой взгляд самым имбовым вариантом являются самонаводящие ракеты которые ваншотят весь вражеский склад начиная от одной и заканчивая до 10 ракет за раз при полном накоплении энергии всех ячеек что позволяет закончить бой раньше времени в такие моменты на экране происходит восторг от полного доминирования над противниками из вражеских единиц мы имеем различные легкие и тяжелые танки которые отличаются количеством выпущенных снарядов а это один у легкого и три у тяжелого также пусковые установки которые стреляют самонаводящимися ракетами и вся сложность с ними заключается в том что надо вовремя реагировать на звуковые сигналы чтобы сбить приближающиеся ракеты используя пулеметы по возможности этих мразей лучше ликвидировать первую очередь также присутствуют летающие гадины которые норовятся насрать бомбами и этих щеглов лучше сбивать в первую очередь для того чтобы приходилось делать меньше движений и не напрягать на максимум внимательность имея вооружение что я озвучил ранее и весь вражеский звод техники мы получаем что почти каждая стычка становится проявлением реакции и игровых навыков которые освоил геймер такая формула геймплея не отпускает интерес игрока до самого конца прохождения и пройдя на сто процентов игру я не могу однозначно сказать что я задушился от боевой системы на бэтмобиле но в какой-то момент его становится реально дохуя и по факту это бы не было бы проблемой как это сделано в сайдах поскольку здесь нечего жаловаться хочешь играй хочешь нет но когда в сюжетке тебе постоянно пихают этот чудо танк то в какой-то момент даже крутая игровая механика становится раздражающей и это вот как например пицца она вкусная да вкусная а если съесть две пиццы за раз то из-за перенасыщения всеми ингредиентами и соусами начнется отвратительная изжога так и здесь в какой-то момент его становится так много что тянет на рвоту и скорее всего главный вопрос зачем поскольку первая половина игры сделана просто не придраться и в плане геймплея и в плане сюжета которых пытается внимание игрока и в середине начинает душить тебя различными клише с последующими мыслями по типу почему опять все стало так плоско зачем вообще такие сюжетные твисты если они не работают должным образом в Рокстаде а где косфайты перестаешь переживать героем и верить в то что пытались передать сценаристы и настало время смотреть на сюжет разобрать как он чувствуется интересен ли он что там вообще по сайдам ну и конечно же те самые концовки стоит ли проходить все двести сорок три загадки для получения катарсиса ну то есть можно ли получить кайф от полного прохождения игра начинается с клемации Джокера напоминая чем закончилась предыдущая часть и плавно переносит нас на улице Готэма где мы в лице обычного полицейского заходим в американскую столовую нас встречает добродушная официантка и пока статисты общаются насчет заказа игра как бы нам вкидывает небольшую но прыгающую в глаза деталь в виде плаката розыска мол потерялся человек по имени Генри ну типа чеховское ружье о котором мы вспомним попозже а выстрелит оно примерно в середине игры и несколько раз возвращаясь к микролюдям а я их так специально называю чтоб потом донести суть проблемы восприятия сюжета так вот сделав заказ к копу подходит парень с жалобой что какой-то долбоеб курит сигареты без фильтра и говорит что мистер офицер полиции Оуэнс решил эту проблему здесь и сейчас оставшись без выбора мы в лице этого самого плюстателя порядка пытаемся решить проблему и подойдя к хулигану обращаем внимание что там у него не кальян и двойным яблочком там не пахнет надышавшись как мы уже понимаем психотропными веществами офицер Оуэнс видит что столовую начали заполонять монстры и лучшим решением с его стороны стало достать табельное и произвести обычные действия американского полицейского начинается экшен все друг друга убивают чудики повсюду и в общем смотрим как сам коп умирает от рук монстры и уже в новостях наблюдаем что монстров никаких не было это был теракт от пуглок который просто протестировал капельку нового токсина тем самым заставив весь год им эвакуироваться и чтобы избежать дальнейших жертв с последующими терактами за короткий промежуток времени уже Джеймс Гордон говорит что из города было вывезено 6,3 миллиона жителей оставив на улицах только преступников различные скам и что-то хуже всего этого затем мы видим что на улицах творится какой-то пиздец полицейского убивают а закадровый голос Джима если что это сокращение от имени Джеймс держу в курсе кидает нам факт что для всего что происходит сейчас потребовалось менее 24 часов и что недостаточно только человеческих сил этому городу требуется герой на которого можно положиться загорается прожектор с летучей мышью ну и собственно что мы получили в этой экспозиции а непосредственно то что в этой части накал страстей возрастает максимально игрок видит что человеческие жизни идут в расход и что все очень опасно так сказать чрезвычайная ситуация также можно подметить то что внешний вид пугала стал куда более жутким из-за событий предыдущей части когда убийца крок расшитал рот который пришло зашивать мрачность стала сильнейшим плюсом к антуражу всей игры особенно это стало видно в сравнении результат так сказать налицо в общем что же видим дальше а дальше Бэтмен прилетает на вызов помощи где Гордон вот его в курс дела и выражает свое спокойствие что его любимая дочка также покинула город хотя это не так и буквально через 10 минут мы это узнаем что она осталась помогать Брюсу в решении всех проблем находясь в часовой башне и сюжет развивается своим чередом где мы постепенно узнаем что у Бэтса есть чувство юмора также местоположение Пойзон Айви и что она не восприимчива к токсину также почему она отказалась сотрудничать с Пугало а именно по этическим соображениям и все это нас приводит к тому что следующим местом получения сюжета становится химический завод где Крейн а.к.а. Пугало с подельниками готовят злодейские планы произвести подрыв всего завода тем самым в радиусе очень много километров вырвется токсин затронув сам Готэм Сити и уже в цехах и на территории завода надо будет спасти оставшихся хороших парней прибыв к месту встречаем еще одного главного антагониста игры какого-то чела похожего на Бэтса называет он себя рыцарь Аркхэма угу он хочет убить Брюса на месте но пока не может так как плана надо придерживаться в итоге мы узнаем что мужчина владеет неплохой такой армией наемников и в принципе отлично знает слабости Бэтмена также в этой сцене видим как Бэтсу абсолютно наплевать на обстоятельства он уверен что как только он выберется из пули неприбываемого стекла все в этой комнате будут крепко спать что конечно игроку дают и сделать только сбегает главной этой шайки далее идет геймплейный сегмент который нам не столь интересен после которого Бэтмен проникает в комнату управления встречая пугало где тот непосредственно встречает лицом пульт управления между героем и злодеем начинается диалог Брюс пытается разузнать как вырубить эту бомбу но Крейн начинает шантажировать тем что Барбара Гордон умрет если тот его не отпустит узнав что жизнь подруги под угрозой Бэтмен делает срочный звонок в котором узнает что ее взяли в плен воспользовавшись моментом злодей покидает комнату заперев в ней Брюса здесь мы получаем сцену переживания и видим человечность Бэтмена как героя что для него важно чтобы те кто его окружают не пострадали и рискуя собственной жизнью он пытается минимизировать взрыв и на самом деле это очень трогательная сцена в которой показывают что Брюс Уэн реально готов умереть за свои принципы и попрощавшись с Альфредом Бэтмен перемещает стержни то ли в слив то ли куда то еще тем самым уменьшая радиус взрыва и вот когда остается один последний появляется он криминальный принц Готэма и стреляет в Брюса нас откидывает назад по сюжету и показывает что Джеймс Гордон наведывается в гости в одну из бас Бэтмена на старую киностудию где нам раскрывают второе направление сюжета а именно что после событий Архам Сити все же несколько людей заразилось кровью Джокера и теперь с ними происходит странные дела они трансформируются в личность того самого клоуна ну в общем заболели Джокеризмом кроме одного того самого пенсионера на плакате в начале игры тот кричит что хочет домой но Бэтс говорит пока рано и как будет готова вакцина из его крови тот поедет домой и все же игроку показывают что камер пять а потенциальных Джокеров четыре тут то игра демонстрирует что Бэтмен это будущий Джокер и теперь время Брюса ограничено ему не только надо остановить всех злодеев но и сохранить рассудок честно говоря этот момент прописан отлично и я как игрок реально начинаю ощущать то напряжение которое будет только расти на протяжении всей игры за счет того что Джокер постоянно в голове Бэтмена происходит нехилый симбиоз который развивает теорию что Джокер не может существовать без Бэтмена как и Бэтмен не может существовать без Джокера и грубо говоря только с этого момента начинается полноценное взаимодействие между всеми героями и антигероями повествование запускает процесс эмоциональной борьбы внутри Брюса Уэйна которые ты как игрок видишь и стараешься прочувствовать вместе с героем тем временем Бэтмен приходит чувство и понимает что надышавшись токсином пугало он ускорил процесс Джокеризма и тот теперь будет постоянным гостем и спутником во всем сюжете и поначалу как игроку интересно наблюдать за мононогами клоуна он подмечает факты со своей стороны по многим аспектам якобы настоящее отношение Бэтмена к его друзьям его личность и в принципе рефиксирует на происходящее словно Джонни Сильверхэнт из киберпанка 2077 сам Брюс отдает отчет себе что видение с клоуном это все побочные действия токсина плюс его заражение джокерской крови и все же по сюжету мы наблюдаем что Бэтмену удается выбраться из взрывающегося завода уставшие заврачане оценят этот момент 10 из 10 но по итогу всего происходящего Барберу похищают и Брюсу ничего не остается как об этом всем поведать Гордону тот в ту очередь винить себя о сошедшем до того момента пока не узнает что в принципе ее бы не схватили если бы она эвакуировалась из Готэма и по факту из-за Бэтмена все это и произошло Джим понимает что Бэтс не доглядел и пытается ему объяснить что он в первую очередь отец и похитили его дочь Брюс говорит что все исправит но получает резкое высказывание чтобы он вообще отъебался эмоциональное напряжение возрастает и мы как игроки видим что в этот раз у Бэтмена пошло все немного по пизде на тоненьком устранив угрозу массового теракта лишившись близкого человека обращаем внимание как уровень стресса Уэйна постепенно повышается хотя по его самочувствию замечаем что он остается с холодной головой и следующим шагом становится поиск Барбары Гордон спустя несколько попыток у него не получается ее найти и последней каплей терпения становится обманка в виде машины где должен был быть рыцарь Аркхэма но вместо него обычный наемник с аппаратом изменения речи далее мы видим как бодрит эта гадина Бэтмена говорят что тот улов купился на уловку что скорее всего Барбару будут бить и возможно ногами по голове на что у темного рыцаря срывает слегонца крышу и уже происходит допрос по манерам карателя в этой сцене отчетливо заметно что герой немного устал от всех шутников и демонстрирует что шутки с ним плохи придя к успеху он все же узнает некоторые планы бандитов которые выводят нас на сайды по пингвину о которых мы поговорим чуть чуть позже разберем сайды отдельно буквально через мгновение в общем из всего этого замеса с пингвином получаем следующую точку где мистер стег это бизнесмен которому наплевать на человеческие жизни и захотя вперед он для пугала разработал тот самый токсин здесь мы также узнаем детали которые двигают сюжет но самое интересное из этого что Джокер начинает конкретно завладевать Бэтменом и в первый раз мы видим как реальность исчезла и откуда ни возьмись появились клоуны приступ в какой-то момент проходит и следующее важное событие происходит когда было нужно брать пугало и из-за джокеризма он раздваивается и конечно же Брюс хватает не того здесь слушаем как злодей играет на нервах пытаясь навести depression и у него немного получается Бэтмен теряет контроль над темом психически нездоровый Бэтс делает больно бандитам и нам говорят что он бьет куда больнее обычного конечно как игроки мы этого не замечаем и не понимаем как он там бьет ибо даже в самой игре некоторых врагов можно вырубить с особой жестокостью а тут просто дефолтная сцена боя нападают ее как агрессивный летучий мышь чуть не убил там всех но ладно на первый раз прощаем по итогу рыцарь Аркхама помогает сбежать пугало и наконец-то уже напрямую от злодеев получаем информацию по местоположению Барбары где через пару минут уже будет Бэтмен наблюдать картину что его подруга надышавшись психотропными газами в закрытом помещении с пистолетом в руках под воздействием токсина видит монстр вместо Брюса и решает что в этой ситуации лучше произвести трепанацию чели по последствии пули Бэтмен в ахуе и мы как игрок в принципе тоже на самом деле сильная сцена которая показывает что в первую очередь плюс Уэйн человек он не всемогущ и его ошибки и халатность в деятельности героя приводит к таким последствиям показывая в первую очередь игроку что Бэтмен почти что сломлен ментально он все понимает и винить себя все это усугубляет постоянные комментарии Джокера но все же темный рыцарь находит силы идти дальше и вспоминает что главная задача это остановить угол начинается сюжетная часть где с помощью poison Ivy которая не восприимчива к токсину мы подготавливаем почву чтобы ее растения в нужный момент не дали Готэму умереть мотивация плющ спасти растения так как токсин их убивает и в принципе здесь игроку дают геймплейный сегмент чутка подушиться на Бэтмобиле по сути двигаем сюжет следующий интересный момент происходит дальше где нам набирает чеховское ружье в виде Генри того мужчинки который не восприимчив к бацилле Джокера он сообщает что на базу напала Харли Квин нужна помощь так как Робин который готовил вакцину и изучал больных не справляется один прибыв на базу узнаем что всех больных раскидали по разным частям киностудии собирая всех вместе клоунов с Робином ловим приколы из прошлого флешбеки как другой Робин который был до текущего подвергается пыткам со стороны Джокера мы понимаем что на протяжении долгого времени его ментально уничтожали и в конце убили но все это воспоминания из-за которых Брюс переживает по сей день а из-за токсина галлюцинации только усугубляют это дело по итогу собираем больных Джокеризмом но вернувшись к камерам для тех самых больных мы видим что лечение уже не потребуется так как то самое чеховское ружье начало стрелять и как оказалось Генри скрывал то что он тоже заражен к тому же он является самым подходящим Джокером так как остальные не дотягивали до планки якобы криминальный принц Готэма должен быть один и им должен быть самый подходящий самый ебанутый но в какой-то момент тот замечает искренку в глазах и ему приходит мысль что самый сильный и подходящий Джокер это не сам Генри а Брюс Уэйн осознав все это пенсионер покидает этот свет закончив эту арку окончательно наблюдающий за этим Робин видит что Бэтмен последний зараженный и пятая камера предназначена для него вместе они приходят к обоюдному согласию что лучше это дело завершит Робин но через несколько минут видим что все это была очень правдоподобная галлюцинация и боясь что второго Робина ждет участь первого запирает его в этой камере а сам Бэтмен спешит наконец покончить со всеми злодеями и дальнейшие события ведут к огромному сюжетному и геймплейному моменту который будет проходить за Бэтмобилем так что давайте я чуть-чуть расскажу о сайдах и пожалуй упомяну только те которые с большего для меня произвели впечатление так как разбирать все побочки и их качество не вижу смысла потому что мы все и так знаем что такое аванпосты вышки и тому подобные похожие активности спасибо Юбисофт за великолепные геймдизайнерские затычки будем использовать их еще и 20 лет спустя так как все в этом мире циклично но давайте на примере трех сайдов расскажу насколько интересно их проходить первым побочным квестом о котором я поведаю будет идеальное преступление что оно из себя представляет по факту это детективное расследование где по улицам Готэма нужно будет найти шесть тел убитых и изувеченных людей с помощью детективного зрения игрок будет находить различные индивидуальные особенности будь то протезы или металлические пластины которые будут указывать на то что жертвы являются якобы бракованными плюс к этому сам маньяк оставляет надписи которые указывают на это поиск самих жертв осуществляется на слух за счет динамиков и оперной музыки доносящихся из них сам детективный процесс относительно тривиальный и блеснуть интеллектом на уровне гения здесь не выйдет но история довольно интересная и своего рода жути нагоняет тем более в конце получив развязку где хирург мясник по прозвищу хрюндель превращает людей в биороботов подгоняя их под свои стандарты красоты игрока ждет небольшой файт с подопытными а также финальный мув где нужно законтрить выкинутый тесак с последующей передачи в кабину хрюк хрюк ну и с добивочкой под конец где бэтмен разбивает маску об свой кулак собственно дальше этапируем данного персонажа вместо не столь отдаленное где заканчивается эта ветка заданий и подобные квесты с репетативным геймплеем для данной игры норма так как ну по факту плюс-минус 90 процентов сайдов на этом и строится можно ли до этого доебаться безусловно так как возникает вопрос интересно ли это ну первые два раза может и интересно все зависит от неискушенности геймера но когда это происходит раз за разом это становится безумием и эпогея такой игровой изысканности достигает на загадках ритлера о нем чуть позже буквально через пару минут разберем так вот почему каждый доп квест в рыцаре аркхема это повторение одних и тех же действий из одной миссии в другую по всей ветви сайд квеста будь то задание по поимке пингвина или же предотвращение ограблений двуликова то даже поджоги светлячка да и туда же все репетативное веселье для поимки Deathstroke реально если бы их сделали короче никто бы не был против так как все это просто ликвидация свободного времени игрока конечно есть сайды где ты после повторения одного и того же получаешь неплохую развязку по типу того что я описал ранее с хирургом свинопасом но это все же субъективно так как начав этот квест в конце основного прохождения он может стать таким же душным и вторичным контентом который способен только перерубить кислород в комнате но все же есть задания проработанные и интересные по типу ветки квестов мистера фриза или одномоментных сайдов которых мало но об одном стоит рассказать он происходит уже в середине игры когда альфред сообщает о том что люциус фокс а это помощник блюса уэйна по бизнесу долгое время не отвечает и лучше проверить все же в порядке ну что же в общем то приезжаем в башню уэйна в деловом костюме поднимаемся на лифте заходя в кабинет пытаемся зайти в систему через комп но и в доступе отказан в этот же момент заходит как ни в чем не бывало мистер фокс и тут то мы понимаем что под обликом блюса уэйна скрывается какой то преступник все это мы уже видим от лица бэтмена через видеозапись и наступает момент урегулирования проблемной ситуации разбирая саму сцену вот она сделана реально круто так как за пару минут нам наваливают и лоровые информации дают понять что блюса и томаса имя этого преступника есть своя история что между ними есть эмоции за которыми интересно следить тот требует у бэтмена чтобы ему предоставили блюса уэйна любой ценой но бесплатно и он его получает темный рыцарь снимает маску томас от такого действия в полном смятении и под нашим контролем проводим обезоруживающую контратаку с последующим выключением света в кабине двойника собственно и заканчивая на этом квест здесь мы получаем реально вовлекающий контент который концентрирован на взаимодействиях и зависти так же сама сцена с заложником и дальнейшим происходящим больше захватывает чем ебучая линия загадочника о которой настало время поговорить я не знаю какой идиот придумал что для полного сюжетного прохождения нужно собрать все коллектаблс в игре но я думаю что этому человеку будет интересно собирать по одной крупинке риса ради того чтобы свалить себе кашу ибо нет рациональных идей хоть как-то оправдать такое решение но обо всем по порядку сама ветвь побочных заданий энигмы делится на две разновидности где первая линия это спасение женщины кошки а вторая это сбор всей мишуры по карте и казалось бы наверное если это такое масштабное задание то и финал его должен быть на высшем уровне или быть может за эти действия есть какая-то награда в виде крутого гаджета или еще чего-нибудь э Игрок за это задание не получит даже удовлетворения за потраченное время. Но давайте я расскажу про первую линию данного сайдквеста, постараясь уместить суть в пару предложений. В общем, получаем месседж о том, что кошка попалась в ловушку Энигмы. И решая загадки, мы находим 9 ключей от взрывающегося ошейника, чтобы спасти пленницу. Собственно, одна загадка восхитительнее другой. Все по теореме Эскобара. В итоге, за время квеста, мы получаем Сигма Кейс с женщиной Кошкой. И полбосфайта с робозагадочником, после которого он прячется за сбором всех коллектаблсов и начинается нереальная вкуснятина из 243 поинтов для закрытия данного сайда. Да. Ну, собственно, если вы решите пролежать 3 часа смотря на небо, это будет куда интереснее, чем собирать всю эту дрюсню, что напридумывали Рокскази. Но все же, если решите пройти на 100%, то предстоит собрать все значки вопросов, найти визуальные ответы на поставленные загадки, провести Бэтмобиль по скрытому пути за теми же значками, найти и электризовать бандита, спасая его от взрыва, а также уничтожить разрушаемые объекты. Честно, начиная играть в эту часть Бэтмена, я думал, что здесь две концовки – хорошая и плохая. Что для хорошей надо пройти к финальному эпизоду со всеми закрытыми сайдами. Если бы я знал, что тут не две концовки, а просто дополнительный завершающий сюжет, то я бы, скорее всего, не занимался всей этой слиперской дрюснёю. Ей-богу, поскольку после всего сбора мусора, после нескольких часов повторения не самых интересных действий, я получил настолько посредственный боссфайт, что осознав, насколько я потратил время на ничего не стоящий конец, я понял. Еблан, который придумал этот квест и решил его запихнуть в обязательное завершение сюжета на 100%, больше никогда не должен делать игры. Блять, это то же самое, если бы тебе сказали «Хочешь увидеть, чем закончится трилогия «Властелин колец»?» Ответь на вопрос, сколько раз голом произнес свое имя за все три фильма. Зачем? Зачем пихать сюжет дрюсню, который не влияет на восприятие сюжета? Нахуя делать сбор коллектаблсов не отдельным от элементов повествования? Я не могу найти оправдание такому поступку. Конечно, кто-то может сказать типа «Ну это Энигма. Он специально выводит такими загадками. Это канун». Отличный фулл экспириенс Бэтмена, но хотелось бы в следующий раз получить полный сюжет без утилизации времени. Ладно. И в общем, по итогу, сайд-квесты в «Рыцаре Аркхема» есть реально крутые, которые раскрывают характер персонажей, и тот самый лор, происходящего внутри этой вселенной, да и которые длятся 10 минут реального времени. А есть, которые ничего не раскрывают, ну или дают зерно новой информации и длятся более нескольких часов. Поэтому однозначно не стоит проклеить Бэтмена на 100% из-за сайдов. Но как там сюжет? Выдерживает ли он накал и планку? Сохранит ли он эмоциональное напряжение к финалу? Ну и конечно, все не так однозначно. Давайте продолжим разбираться. По итогу, после событий на заброшенной киностудии, начинается большой отрезок на Бэтмобиле, который заебет даже того, кто вторичные квесты загадочника не проходил. Но все же после этого, Брюс Уэйн отправляется в Пойзен Айви, чтобы отвезти ее обратно в участок, так как та рассекретила свое местоположение. Но происходит запуск заряженной тачки «Рыцаря Аркхема», который распыляет такси над всеми тремя островами Готэма. Начинается паника. Все находящиеся рядом бандиты начинают убивать друг друга. И следующей задачей для Бэтмена становится ремонт Бэтмобиля, поскольку токсины перегрузили его систему. Собственно, после получения нужной информации и деталей для транспорта наступает ответственный момент для Брюса. Потому что ему придется спуститься прямиком в психотропный газ, где тот подвергнется джокеризму во много раз больше. И тут как бы наблюдаем интересный момент. Как на крыше сидит Джокер. Конечно, в голове Бэтса. И дает ему слова напутствия, спрыгивая с ним к Бэтмобилю. Происходит операция по замене энергоблока. И все это время Джокер пиздит под руку. И напоминает о том, что скоро он возьмет контроль. Даже некоторые бандиты начинают казаться самим клоуном. И это будет происходить даже в геймплее. На самом деле, этот элемент хорошо дает понять, как стремительно и уверенно съезжает крыша у Брюса. Так как еще даже в начале игры геймер от своего лица может замечать, как в архитектуре или на постерах Бэтмену умерещатся лик Джокера. И все это во время прохождения только усугубляется, давая увидеть этот процесс полностью. От начала и до самого конца сюжета взаимодействие с клоуном происходит крайне по-разному. Так как если в начале его еще интересно слушать, и все комичные сцены с ним доставляют, то под конец его становится чересчур много, и просто каждый следующий монолог хочется скипнуть. При первых часах появления Джокера в голове зарождается мысль. Быть может и правда, что один без другого не может существовать? Ибо в какие-то моменты клоун отыгрывает и совесть Бэтмена, и словно его настоящие мысли. Но к завершению сюжета возникает четкое понимание, что он реально заебал. Что Джокеризм пытается манипулировать, и по типу Темного Принца из третьей части про Принца Персии возникает четкое осознание, что Шиза прогрессирует, и скоро не удастся его контролировать. Но на волевых Бэтмен продолжает гнать на Бэтмобиле, чтобы уже в следующем боссфайте на тачке уломить рыцарю Аркхама. Что в принципе мы и делаем. Перед этим, конечно, продолжаем душиться от езды и перестрелок, но стиснув зубы, ждем очередную баталию на бронетехнике, делая вид, что все это не заебало. Собственно, победив того самого рыцаря, Бэтмен начинает вбивать правосудие по котелку. И вот когда слетает шлем, мы понимаем, что фляга у Брюса начинает свистеть конкретно, так как там оказывается Джокер. В общем, в полубреде узнаем от Альфреда, что плюшу, скорее всего, очень хуёво, и по итогу прибыв к ней, она решает пожертвовать собой ради растений и спасения Готэма от токсина. Она умирает. Ну и ладно. Реально, чувствуется этот момент как должное. То есть, я как игрок этого ожидал. Я не был в шоке. Мне не было грустно. Так как вся сюжетная линия с Айби это всего лишь топливо для основного сюжета. И эмоций от этого действия ноль. Так как для главного героя данный персонаж не имеет веса и эмоциональной важности. Это всего лишь сюжетный инструмент для решения проблемы. Так этот момент чувствуется субъективно, на мой взгляд. Повторяю развязку истории про больных джекеризмом. Следующим действием будет спасение Джима Гордона. В полицейском участке узнаем его местоположение и уже на месте встречаем рыцаря Аркхема, которым оказывается первый Робин. Он же Джейсон Тодд. Как оказалось, его не убил Джокера. А сделал так, что Джейсон возненавидел Бэтмена и решил прикончить его за то, что тот забыл его. В общем, мы видим истинные обиды и главную мотивацию рыцаря Аркхема. И через повторение одного и того же, а именно, двигаемся из точки А в точку Б, и так несколько раз, в итоге мы побеждаем Джейсона Тодда. С помощью психотерапии мистера Брюса Уэйна, говоря пациенту, что он не злой, а добрый. В общем, сообщаем Альфреду, какой только что классный был боссфайт. И что Робин номер один оказался живой, но тот скрывается по-английски. Далее освобождаем Гордона, едем с ним на лифте за Крейном, выражая слова сожаления о произошедшем. А если вы забыли, Барбара Гордон мертва. И тут встреча с главным злодеем. Свершилось. Этому придет конец. И тут мы узнаем, что Барбара жива? А Джим, заключив сделку с пугало, исполняет свою часть договора и стреляет в Бэтмена? Но, конечно, мы потом узнаем, что он специально выстрелил в ту часть костюма, которая была крепкой, что Бэтс не умер. Но Крейн вообще в рот ебал сделки и скидывает дочь Гордона вниз с крыши. И если честно, я хотел, чтобы она хоть какую-то печаль принесла в сюжет. Так как оказалось, что в тот момент она не стреляла себе в голову. И вообще, это были галлюцинации Брюса. На кой хуй это надо было делать? Я не знаю, но когда в следующей сцене я увидел, что Бэтмену удается ее спасти, я понял, что у сценаристов хватало смелости только на то, чтобы убивать толпы статистов. Даже бандиты умирали реже, чем обычные люди. И лично для меня в этой сцене все декорации мрачности, вся жестокость и тот самый фирменный шаром DC умер. Поскольку я понимал, что меня наебали. И все эти эмоциональные переживания и ошибки Брюса были аннулированы и вырублены под корень. Исчезла любая интрига, поскольку я понимал, что каким-то чудесным образом все разрулится само собой. Да даже в играх по комиксам Марвел больше переживаний и драмы, чем в этой части Бэтмена. Лично для меня интерес к сюжету пропал на этом моменте. Но многие квесты были добиты, Загадочник уже почти был близок получить пизды. Оставалось мало действий, чтобы запустить протокол Найтфол. В общем, после спасения Барбары отвозим ее в полицейский участок. После чего защищаем от нападения волн противников на Бэтмобиле, а потом раскидываем недругов руками. Далее вспоминаем, что текущий Робин один сидит на киностудии, но Крейн позаботился о нем чуть ранее. Поэтому манипулирует Бэтменом на то, чтобы тот сдался. Брюс понимает, к чему все ведет. Он не хочет рисковать жизнью своего Бразы и сдается с концами пугала. Садимся в фургон, ловим внутри его Бэттрип с галлюцинациями о смерти родителей Уэйна. Далее отбиваемся от джикиризма, ломая клоуну Шайл. Слушаем от него потом спич о том, что Бэттп по факту уже почти поехал кукухой и в общем-то все конец. Типа вариантов на спасение нет. Прибыв на место, а именно в лечебницу Аркхема, пугало заставляет Гордона задианоить Бэтмена, что собственно происходит. Весь Готэм видит под маской Брюса Уэйна и Крейн вкалывает солидную дозу токсина. Далее видим влажные мечты Джокера с последующим захватом разума Бэтмена. Пугало тужится, старается посадить на очков Брюса, но тут уже не в зоне доступа. За него говорит Джокеризм и пугало не понимает, почему Бэтмен не боится, вкалывает ему еще здоровенную дозу психотропов. Далее следует сцена игр разума, где победителем становится Брюс, который на характере на волевых просто по сильному желанию побеждает и токсин, и Джокеризм, становясь владельцем своей судьбы и личности. Пугало от таких действий вкалывает еще токсина, но у Бэтмена уже выработалась толерантность, ему абсолютно наплевать, и Крейн уже не зная, что делать, достает пистолет и прикладывает к колбу Брюса, утверждая, что без страха смысла жить нет, но пистолет выбивает пулей Джейсон Тодд, другой пулей срывает наручники, далее Брюс кормит своей же дрянью Крейна, Тодд обсирается от страха и собственно на этом все. Пугало за решеткой, все только решить проблему с Дианоном и по итогу это и есть первая концовка. Имея все выполненные задания, можно активировать финальный ролик, где Бэтмен запускает протокол Найтфол падение рыцаря. Ну и что? Запускаем вторую концовку. Брюс снимает маску, прибывает в свой особняк, СМЕ, кружив его дом, пытается хоть что-то узнать о нем, но через пару секунд происходит взрыв, Бэтмен инсценирует свою смерть, по итогу давая ложную мысль, что Бэтмена больше нет. Финальная речь Гордона и эффектная завершающая концовка, которая показывает нам повторение ситуации с семьей Уэйнов. Только сама сцена заканчивается хэппи-эндом, где преступники видят силуэт Бэтмена, который не дает закончить преступление и пугает бандитов так, что те, скорее всего, будут заикаться до конца их жизни. И по факту концовка получилась абстрактной и открытой, не давая четких ответов. Поэтому каждый игрок может интерпретировать по-своему конец истории. И такой получился финал серии игр по Бэтмену. Какие можно сделать итоги? Сама игра вышла шикарной в геймплейной части. И, пожалуй, это лучший битэмап, который выходил на сегодняшний день. А именно на начало 2024 года. Импакт от противостояния с врагами получился сочным. На моей памяти боевая система в Warhammer Knight ощущается и передает мощь главного героя нужным образом. Каждый удар и каждая сломанная ось преступника дает смаковать игровой процесс. геймплей это лучшая часть игры. С сюжетом, конечно, не так все однозначно и по большей степени это субъективная часть восприятия. Но факт в том, что повествование рушит свои декорации. Вначале выстраивая мрачный антураж массовыми убийствами гражданских и гибелью персонажа, который является мощнейшим эмоциональным потрясением сразу для нескольких героев, показывая, что обстановка накаляется. И да, пройдя игру на 100%, игрок может найти информацию, что Джейсон Дотт убил бы любого, если бы кто-то тронул Барбару. Но то же падение с крыши заканчивается лучшим образом для нее. Тем самым, давая геймеру понять, что игру ждет полнейший хэппи-энд, потому что все, что могут сценаристы, это убивать статистов и персонажей, которые используются как инструменты решения некоторых проблем. И лучший способ для закрытия сюжетной арки это гибель или убийство даже далеко не второстепенных героев. И на протяжении всей игры мы видим, как повторяются задания из раза в раз, условия миссии из раза в раз, а также сюжетные развязки из раза в раз. Хотя игровые механики дают огромное разнообразие выборе и местами они даже грамотно расставлены, отчетливо прослеживается это в первой половине игры. Стопроцентное прохождение ради финальной концовки попросту выматывает и является утилизацией времени. Я никому не советую проходить эту часть на полное прохождение. Посмотрите просто концовку на ютубе и ничего не потеряете. Так как 243 загадки толбоеба заканчиваются минимальным удовлетворением и полным осознанием, что потрачено во времени жаль. И все же я остался доволен от прохождения. Мне игра понравилась и даже очень. Просто исходя из всего понимая, что разработчики где-то не дожали в реализации своих мыслей, где-то используют одинаковые сюжетные ходы и все же в совокупности все ощущается кайфово и по факту является законченным произведением и логичной финальной частью трилогии Рокстеди. Как игра про супергероя балдеж максимальный, так как нарративно дает почувствовать себя в роли Бэтмена. Даже спустя 8 лет я могу посоветовать пройти ее, на здоровье играйте. Сохранилась она потрясающе, как в графическом, так и в геймплейном плане. Тем более, имея гигабайты дополнительного контента, который также можно по кайфу пройти. Серия Аркхама занимает для меня особое место в моем игровом опыте. Хоть и не является любимой игрой, но будучи подростком, я реально в экстазе пересматривал геймплейный ролик Аркхама Сайлом, находясь в восторге от новых игровых особенностей анимации для того времени. И заканчивая последнюю часть, я видел реальный прогресс серии, который оставил положительное впечатление. Даже имея все недочеты, о которых я высказался ранее. Я до сих пор думаю и считаю, что Бэтмен Архам Найт была и остается лучшей игрой Rocksteady. Продолжение следует...